МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Продолжаем. Сейчас хроника происшествий в студии Роман Ярыгин. На улице Гвардейской грузовик ЗИЛ вылетел с дороги и врезался в кафе, расположенное в жилом доме. В момент столкновения из заведения выходили люди, которые, к счастью, успели отскочить в сторону. Водитель в результате аварии не пострадал. Отвлекся, он не успел тормозить, и все, он вырулил. На что или на кого именно отвлекся водитель грузовика, сам он вспомнить так и не смог. По словам очевидцев, ничего примечательного поблизости не было. Совершенно ровная проезжая часть. Тем не менее, грузовик неожиданно резко свернул вправо и буквально влетел в двери кафе с надписью «Автосуши». Сбили бы, на самом деле, потому что, ну, опять же, здесь постоянно люди стоят, пурят. И, как бы, получилось так, что я только отошел и машина въехала. Этот молодой человек с приятелями как раз выходили из заведения, когда грузовик уже летел в их сторону. Ребята не растерялись и успели отскочить. В противном случае авария могла бы закончиться трагедией. А так все обошлось разбитой кабиной грузовика и раскуроченным входом в кафе владельцы заведения уже начали подсчитывать ущерб. От улицы Гаврилова до Восстания преследовали автоинспекторы «Мерседес». Все закончилось печально. Молодой человек зарулил немецкого автомобиля, не справился с управлением. Его занесло, и он врезался в металлический забор, снес несколько отсеков ограждений и сломал дерево. В результате удара автомобиль развернуло на 360 градусов. Водитель не пострадал, в иномарке сработали подушки безопасности. Сразу три автомобиля столкнулись на улице Большой. Как рассказали водители поврежденных машин, виновата в ДТП барышня, которая, выезжая со второстепенной дороги, на главную не убедилась в безопасности маневра и не пропустила Митсубиси. Водитель старенького «Субару» приехал на улицу Большая в гости и, как говорит, словно почувствовал неладное. Услышав необычный шум, он выбежал из квартиры и увидел, что его иномарка с правой стороны зажата другой легковушкой. Она была не первой свежести, но все же вполне устраивала владельца как средство передвижения. Сейчас придется забыть о комфорте и на время ремонта своего «Субару» поедеть на общественном транспорте, жалуется молодой человек. Без услуг специалистов автосервиса не обойдется и другой водитель японского авто. У Митсубиси повреждена большая часть кузова. Столкнувшиеся машины создали помеху проезжающим большегрузам. Водителям многотонников пришлось очень аккуратно их объезжать. Оба владельца, помятого авто, обвинили с учившимся автоледи, которая, по их мнению, выезжая на дорогу, была крайне невнимательна. Девушка как тут вообще оказалась? Автоледи, выезжая со второстепенной дороги, не пропустила Митсубиси, который ехал по главной. От удара с Мазды кроссовер отбросила на припаркованную другую иномарку. В машинах сработали подушки безопасности. Никто из людей в ДТП не пострадал. Продолжим после рекламы. Оставайтесь на нашем канале. Продолжаем. Дорога от Модельной до остановки Искош напоминает полосу препятствий. Этот участок дороги за всё лето ни разу не ремонтировали, жалуются водители. В некоторых местах образовались ямы глубиной до полуметра. Я каждый день езжу на работу отсюда. В данный момент мы перекрёсток переезжаем, две большие ямы. Если здесь заехать в эту яму, кто-нибудь попадёт. Или машину может развернуть. Или просто колесо пробить. Каждая поездка от дома до работы, по словам Дениса Кротаева, связана с риском. Ямы на асфальте образовались довольно-таки глубокие. Если их не объехать, то без услуг автосервиса не обойтись, говорит автомобилист. В самом плачевном состоянии участок дороги от улицы Модельной до остановки Искош. Друг сейчас в автосервисе машины у него. У него полностью ходовку делают. То есть он здесь повредил свою машину? Да. У него полностью ходовка повредилась только здесь. Лето уже заканчивается, а дорожные службы здесь ни разу не появились. Только однажды молодой человек видел, как волонтёры засыпали ямы битым кирпичом. На многотоннике разбили дорогу за считанные дни. Мы ехали на работу недавно. Увазик. Полностью колесо ушло у него. Ладно, увазик. У него подвеска высокая. А представьте, иномарка подъедет. Она просто упадёт туда, она встанет на днище. Она всё. Страшнее всего здесь ездить после проливных дождей, когда ям практически не видно. И всё же молодой человек надеется, что власти обратят внимание на застояние этого участка дороги и отремонтируют его. Богоявленский храм города Менделеевска был ограблен неизвестными. Добычей злоумышленников стали более 100 серебряных украшений из церковной лавки, более 20 тысяч рублей из кассы храма. А самое главное – старинная икона. Похитителей святыни искали сразу в нескольких городах республики. Обяжусь помогать следствию, являться по первому вызову. Вот что касаемо, когда в церкви пошли всё-таки, да, машину оставили, как я помню, там, как ты говорил, да? Пошли пешком. Вот он, где взяли металлические вот эти вот все, прямомбасы, которыми открывали, ну, вот, пугали, там, всё остальное. Выйти на след злоумышленников полицейским удалось при помощи записи камер видеонаблюдения. Удалось установить, что к краже причастен уроженец города Менделеевска и двое казанцев. На первых же допросах один из задержанных рассказал, что похищенную икону они продали антиквару за 40 тысяч рублей. В итоге полицейские отыскали похищенную святыню в одном из антикварных салонов Зеленодольска. В настоящее время она изъята и после проведения всех следственных действий будет возвращена в храм. Обстромская икона Божьей Матери была написана в 19 веке, является бесценной реликвией для верующих. Однако эксперты всё же смогли оценить её в материальном эквиваленте. Это почти 100 тысяч рублей. Оказалось, что злоумышленники неслучайно вынесли едва ли не самую ценную икону храма. Работая над раскрытием этого преступления, полицейские Татарстана установили, что задержанные причастны к аналогичным преступлениям, именно кражам иконы и церковной утвари из храмов Кировской и Нижегородской областей, а также республики Мариэл. Сейчас двое из троих злоумышленников находятся под стражей. Ещё один объявлен в розыск. Каждый день мы рассказываем об опасности жизни, чтобы с вами такого не случилось. Моя часть выпуска на этом завершена. Я прощаюсь до завтра, а далее тема – экспертиза качества. Я передаю слово Тимофею Вагнеру. Добрый вечер, Тимофей, пожалуйста. Приветствую, спасибо. Сегодня узнаем, где всё-таки лучше приобретать продукты.